Отключили за неуплату. В нашу редакцию обратились жители 38-го дома по улице Югорской. Люди пожаловали, что представители управляющей компании «Единая» отключают у них электричество. Почему сложилась такая ситуация и как быть тем, кто остался без света? В ситуации разбирался Артем Высоцкий. Вот этот мой силовой кабель питающий, весь мой ремонт сейчас испахали. Квартира номер 4 в доме по Югорской 38 теперь без света. Кабель отрезали за долги. При этом жильцов не предупредили, несмотря на то, что должны были сделать это за три дня. Теперь восстановить питание быстро не получится по техническим причинам, уверяет хозяин квартиры Михаил Гутник. И рассказывает, почему он, собственно, задолжал. Большое возмущение от людей по поводу того, что происходит с нашим домом со стороны управляющей компании. Мы обратились в суд и в суде, в Сургутском городском суде, признали незаконным собрание, которое якобы имело место в нашем доме, о выборе этой организации. Люди пришли, показали суду, что были подделаны их подписи. Решение суда о недействительности протокола собрания передачи дома в управление единой на руках. Отсюда и нежелание некоторых жильцов платить за жилищно-коммунальные услуги. И их понять можно. Однако юристы управляющей компании уже обжаловали решение городского суда, подав апелляцию в окружной. На данный момент решение еще не вступило в законную силу. Оно подано апелляционной жалобой. Если будет признано, что протоколы недействительны, то мы будем ждать решения о том, что выбрана иная управляющая организация, и будем передавать ей документацию. А пока, по мнению управляющей компании, за коммунальные услуги нужно платить. И продолжают присылать платежки. Между тем, у самой единой большие долги перед ресурсоснабжающими организациями. Правда, и на это в управляющей компании есть объяснение. Долги, которые указаны на сайте ГТС, они еще не установлены, не соответствуют действительности, не установлены в судебном порядке, выставляют нам задолженности, которые к нам не относятся. А относятся они и к предыдущей управляющей компании ТСЖ-1. Однако работали тогда и трудятся сейчас одни и те же люди, говорят в инициативной группе. Этот факт не отрицают и ВУК, правда, имея в виду только дворников и сантехников. Нынешних учредителей нам назвать отказались. Учитывая ситуацию, инициативная группа жильцов хочет создать в доме собственное ТСЖ. Вот на сайте ГТС долг 7,5 миллионов. По информации в тюме энергосбытии, там более двух месяцев платежей, получить информацию о том, как производится начисление общедомовых нужд, куда идут деньги от рекламы, кто согласовал размещение рекламной конструкции на доме. У нас просто игнорируют. Инициативная группа уже подала заявление в департамент городского хозяйства, жилищную инспекцию и в прокуратуру. Артём Высоцкий, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.